Беларусь рассчитывает в срок завершить строительство национальной биотехнологической корпорации. Проект выведет на новый уровень белорусский АПК. Сегодня президенту доложили о ходе возведения масштабного комплекса заводов под Рудинском. Александр Лукашенко отметил его значимость. Биокорпорация воплощает инновационный подход к сельскому хозяйству. Сегодня это один из крупнейших инвестпроектов страны. Он объединит более десятка предприятий в одну технологическую цепочку, завязанную на переработку зерна. В основе технология завтрашнего дня, предложенная китайскими партнерами, она позволит получать на белорусском сырье сбалансированные корма для животноводства и тем самым повысит конкурентоспособность белорусской продукции. Сегодня она уже приносит стране более 5 миллиардов долларов экспортного дохода. Это первое наше такое предприятие в этой области. И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего мы получим колоссальный эффект в животноводстве, ну и в смежных других отраслях. Предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, которую мы в ближайшее время первый блок запускаем. Это сродни созданию высокоточного оружия в Беларуси. Это космические проекты, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями. Это будущее. Ну, добавьте к этому еще IT-партий и цифровизация нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого. Я это специально напоминаю, потому что тут отдельные специально забыли, что мы осуществляем колоссальные миллиардные проекты по высоким технологиям. Проекты, которые позволяют уже заглянуть в будущее. Ну, может быть, хотелось бы кому-то, чтобы это было более масштабнее, обширнее, но надо понимать, что это огромные деньги. И вот данное предприятие, оно не ново в мире. Естественно, не каждая страна себе может позволить такое. И в содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Дзиньпином в свое время, главой государства Китайской Народной Республики, мы осуществляем этот проект. И, как я понимаю, в течение этого и следующего года мы уже способны освоить и запустить это производство. Проект длительный, его намерены завершить в 2032-м, но первую очередь рассчитывают сдать уже в будущем году. Она предполагает запуск производства и получение первой продукции. Это позволит полностью закрыть потребности в качественных кормах и добавках внутреннего рынка, а также отправлять львиную долю продукции на экспорт. Аналогов этому проекту на постсоветском пространстве сегодня нет.